В современных условиях писать исследовательские работы становится для студентов слишком просто. Из-за возможности скопировать текст в одном источнике и просто вставить его в другом, в своей работе. Причем без каких-либо ссылок на оригинал. Для такого действия существует даже специальный термин «плагиат». Плагиат определяется как представление в любой форме текста или его части, которое не является результатом независимой интеллектуальной деятельности автора, если при этом нет указаний на источник данного текста. Говоря проще, плагиат — это дословное использование студентов работы другого человека в качестве собственной работы. Так или иначе, но во всех определениях плагиата фиксируется присутствие намерения обмануть, выдавая чужие мысли за свои. Если речь идет о дословном использовании чужого текста без ссылок на авторство, то однозначно фиксируется наличие плагиат. Некоторые авторы прибегают к перефразированию чужого текста, и тогда буквального совпадения текста нет. В уставах многих зарубежных высших учебных заведений записано, что плагиатам следует считать и перефразирование, отражающее чрезмерную зависимость от чужих материалов. Скрытое использование чужого текста путем механической перестановки местами слов и фраз или замены слов синонимами при отсутствии новых мыслей в перефразированном тексте также считается плагиатом. Плагиат может проявляться как дословное переписывание или пересказ не своего текста, намеренное написание работы или части работы другим лицом, списывание во время экзамена, присвоение чужих идей и т.д. Таким образом, включение в свою работу материала бесформального и должного признания его заимствования, даже если данное действие непреднамеренно, следует рассматривать как плагиат. Оно может включать в себя прямое цитирование, перефразирование, пересказ источника своими словами, копирование и даже перевод оригинального текста на другой язык. К разновидности плагиата можно также отнести и самоплагиат. Самоплагиат заключается в повторном использовании собственного текста, выдаваемого за оригинальный. Дело в том, что правило автореференции, т.е. указания на себя, как на автора, ничем не отличается от правил цитирования других авторов. Иногда приходится наблюдать, что некоторые студенты воспринимают плагиат достаточно легко и благосклонно. Говорят, что около 80% студентов светских отечественных вузов хотя бы один раз давали чужую работу под видом своей собственной. Особенно это касается славянской культуры, где права на интеллектуальную собственность часто нарушаются из-за несовершенства законодательства. Однако у любого уважающего себя и других студента отношение к плагиату будет определенно отрицательным. Важно это понимать, начиная писать еще на церковном уровне. Иначе необходимого развития пишущего не произойдет, а созданные им работы не будут иметь никакой ценности.